второй хомут отвернут теперь мы его сдергиваем на себя тянем жесткий шланг ну ничего пойдет задубивший можно было конечно все это поменять если вот так вот здесь за автомобилем как здесь сколько здесь говна и вот это вот белое видите вот этот белый налет это говорит о том что то соли скорее всего вот он скорее всего есть жидкость вода например ну то есть тосол сам жидкий а жидкость имеют чужеродная жидкость не тосол попадает пропаду прорывается туда вода поэтому и пенится а вернее в тосоли в масле и чё я говорю в масле тоже вентиляция картерных газов в масло попадает тосол и вода а тосол и поэтому вот так вот вот так вот он пенится мы будем смотреть может быть головка пробита не зря же там компрессия маленькая или прокладка все практически все уже снято осталось открутить вот эти вот два болтика на крышке клапанов и снять саму крышку сейчас мы это сделаем срываем накидным ключом идет хорошо второй болтик болтика гаечку снимаем крышку клапанов должна она пойти вот так вот видите не идет чем-то надо подковырнуть типа вот отвертка такой плоской вот одну сторонку эти приподнял вторую сторону здесь вот специальные отливы есть эти что вот они куда купираться раз все должно пойти пошла у нас крышка клапанов достаточно чистое масло как говорится хозяин не жалел меня вовремя все откладываем сторонку открутить головку наверное получится даже не снимая распредвала посмотрите вот раз болт два три 4 5 и наружу поэтому я так и сделаю сейчас только с этих вот там внутренние шестигранник шприцом откачаю масло ну и попробую откручивать говорится такой у меня шприц есть сливаю хоть тут и мало этого масла не охота годить теперь я беру вот такой вот шестигранник очень хорошая сталь не знаю что за сталь но он никогда не проворачивается кусок шестигранника и начинаю отпускать в крайних как говорится как заворачиваю только в обратном порядке делаю такую сборный ключ начин опа начинаю этого края далеко за сотню 1 где-то 120 ньютон 2 делите хороший шестигранник потому что и плохой шестигранник либо сорвете сам шестигранник либо внутри этот болт что хуже поэтому потому что придется потом варить были у меня в начале когда еще не знал ах ты не могу сорвать туда силах перехватимся а так есть отворачиваю крест-накрест для того чтобы не повредить геометрию плоскости головки так сюда осторожней старайтесь не сорвать себе руки и последний откручивать не менее напряжен чем закручивать хотя закручивать все-таки тяжелее вот так вроде сорвал головку корюжит уже два подхода я сделал еще один то есть в три подхода надо отворачивать каждый был чтобы не повел головку головку головка практически отпущена поэтому взял я щетку щетка это будет надежнее есть один пока не вытаскиваю газовое оборудование немножко мешает задерживать для ускорения головка уже откручены чтобы быстрее откручивать не он не крутить взял шуруповерт есть есть внутренние болты откручиваются более легко они в масле были чуть-чуть сорвал и они пошли вот которые находятся наружу потяжелее идут видите как открутим внутренние наружным потом шуруповерт значительно ускоряем все осталось последнего смотрите сколько выкрутил нам зараза не хочет от шуруповерт это не хочет держит ему что-то грязь что там еще нужно держать сейчас я буду вытаскивать вот эти все болты тут самое главное не забыть шайбочку вот под каждым болтом есть шайбочка видите такая толстая вот он почему плохо идет смотрите какой грязный грязный при грязных чушь там такое то внутри видимо завернули головку и просто элементарно не продули это 1 2 3 грязи уже сколько 4 5 тут в этот почему какой-то ржавый кстати он хуже всех шел вот эти четыре нормально вот это сжал и именно он шел хуже всего так вкладывая в такой импровизированную холодильника давно уже пользуюсь несколько лет вкладываю сюда запчасти сейчас следующую портю видите раз вытащила шайба там осталось для этого для этого у меня есть такой вот пинцет медицинский раз у меня вылез шайба это вылеза я теперь беру и насаживаю назад на болт не забываю на каждом должна быть шайба следующий болт и шайбу следующий болт и шайбу и последний все боятся что головка съедет туда-сюда не нужно потому что здесь вот с одной стороны и с другой должны быть направляющие которые не дают головки сдвигаться и во время монтажа ставит ее на свое место поэтому она сейчас скорее всего даже присохшие прокладки прокладку естественно под замену пробуем тут то было кияночку надо взять бьем не по краям чтобы не сломать он по таким ребра до чего опять отвертку опять отвертку нашу отверточка видите как спасает папа с этой стороны прилипли прилипла к прокладке куда деваться придется тащить как есть вот она вот она головка снята головку снял что здесь можно цилиндры примерно все одинаково работают то есть примерно компрессии одинаково она так и было самом начале может быть в каком-то из них чуть побольше помогут в этом побольше он почище снял сейчас буду все это прокладку снимать старую и уже не спасти и не нужно спасать только новую мерить все это дело ну и посмотрим что у нас проводим осмотр самой плоскости может быть где-то на предмет пробитие вот здесь вот смотрите вот в этом месте вот чернота в этом месте вот это нехорошо но это надо будет еще поставить линейку эти вот это нагар сейчас мне нужно 10 в эту юбку куда они доходят то есть и внутреннюю часть цилиндра куда они доходят кольца где кольца ходят все гладенько чистенько надо будет аккуратненько аккуратненько оскоблить естественно замерить